Всем привет, меня зовут Катя, вы на моем канале, и сегодняшний выпуск будет у нас в форме вопрос-ответ. Вы мне написали вопросы в инстаграм, некоторые написали их на ютубе, и сегодня я их разберу. Все, что вы мне пишете в личку, ваши какие-то проблемы, вопросы, я здесь обсуждать не буду, это дело как бы личное. Но мне писали просьбы про бьюти-блог, как я ухаживаю за собой, и вот это видео я сниму для вас попозже. Вот, какие дела. Итак, разберем вопросы, которые вы мне написали в инстаграм. Первый из них я буду подсматривать и читать с компьютера. Пишет мне вопрос М-градусова. Вопрос такой, если после первой силовой не можешь ходить два дня по расписанию следующая трения, вопрос пропустить или перенести? Я уже рассказывала в своем предыдущем видео, посмотрите, про пять принципов тренировок, о том, что восстановление – это необходимая процедура для роста мышц. И когда вы отдыхаете и восстанавливаете свои мышцы, они растут. А силовые тренировки, они как раз таки и нацелены на увеличение мышечной массы. Если вы не успеваете восстановиться, то, соответственно, ваши тренировки, они будут неэффективными последующими, потому что у вас копится вот этот эффект недовосстановления мышцы. Но об этом я уже говорила, поэтому я вам советую просто дать себе отдохнуть и не бойтесь, вы не заплывете при правильном питании в эти дни отдыха. Если вам совсем не терпится, конечно, сделайте легкую тренировку, либо сходите, просто побегайте на дорожке и сделайте какой-то кардио. Следующий вопрос мне задала Лерка1988, она спрашивает, Катя, скажи, пожалуйста, насчет еды горячей и холодной. Ты в одном из видео сказал, что очень важно, едите вы твердую или мягкую пищу, твердая дольше переваривается, а насчет холодной и горячей. Спасибо. Мой ответ такой, да, действительно, на переваривание той или иной пищи организму требуется потратить определенную энергию. Для холодной пищи количество вот этой энергии для того, чтобы подогреть пищу, будет немного больше. Но, с другой стороны, пища холодная переваривается нашим организмом гораздо сложнее и хуже, чем теплая. Также есть научные эксперименты, которые доказывают то, что нахождение холодной пищи в желудке примерно 20 минут, а горячей или теплой пищи примерно 2-3 часа. После этого еда сразу же поступает в тонкий кишечник и уже по желудочно-кишечному тракту дальше идет. Так вот, смысл в том, что, да, действительно, у вас быстрее провалится эта еда холодная, но вы не получите, и у вас за 20 минут организм просто не успеет. Все питательные вещества, витамины, минералы и вообще там белки, жиры, углеводы настолько расщепить за 20 минут. То есть они просто не усваиваются. Соответственно, в том, что вы поели, наверное, смысла особого нет. То есть 20 минут что-то успело, что-то не успело. Поэтому это не мой вариант. Я ем теплую еду и давно уже не заморачиваюсь по поводу того, что там организм подогреет ее там сам или что-то в этом роде. И следующий вопрос для проверки моего английского. No, it's too much. Спрашивает. Привет. Вино сухое, горький шоколад вызывает вопросы. Витамины разные, замороженные овощи и овощные смеси. Крылья KFC. И спасибо. Про крылья KFC сразу же скажу, что эти крылья жарятся во фритюре. И, соответственно, в этом ничего полезного нет. И еще такой вопрос. Когда меняли масло во фритюре? То есть это просто, возможно, крылья жарены в канцерогене. Лучше, если хотите крылья, сделайте их дома. Следующий вопрос про витамины. Витамины аптечные я не особо пью. Если честно, иногда я пью спортивные витамины. И то это раз в год, если я чувствую, что у меня реально жесткий авитаминоз. Ну, где-то примерно к весне. А вообще все витамины и минералы аптечные, вот эти синтезированные, они не настолько усваиваются нашим организмом, нежели натуральные. Поэтому я делаю акцент, упор свой в своем питании на разнообразие продуктов питания, из которых я могу получить те или иные витамины. Но есть такая добавка, все-таки рыбий жир, рыбный жир это бат. И рыбный жир действительно должен присутствовать в вашем рационе. И я уже писала об этом в инстаграм, и могу еще раз продублировать. Надо отличать рыбий жир от рыбного и делать упор именно в своем питании на рыбный жир, который богат омега-3, омега-6 и разными полиненасыщенными жирными кислотами. Вот рыбный жир я бы, конечно, включила в рацион любого тренирующегося человека и вообще любого человека, которым заботится о своем питании, о своем здоровье. Про замороженные овощи. Замороженные овощи я иногда ем, в принципе, добавляю их часто в омлет. Вы главное смотрите, просто заморозка, в принципе, должна быть правильной. Либо вы сами замораживаете вот эти все смеси, покупаете свежие овощи, либо самим это делаете, и вы узнаете, что у вас лежит в пакете. Пакеты можно купить в Икеа специальный для заморозки с зип-застежкой. И морозить все, что вам нравится. В прошлом году я наморозила для себя кучу ягод и долго их вкусно потребляла. Вот, так, собственно, к тому, как я отношусь к овощам замороженным. В принципе, можно, почему нет. Главное, смотрите, чтобы в пакете у вас не было 10 раз перемороженных, замороженных овощей из кучи льда и там в Ине, чтобы их не было. Чтобы все-таки это были свежие овощи, которые схватились морозом, заморозились и сохранили в себе все витамины и минералы. Следующий вопрос у меня от Блондинка. Если не добрала за день жиров, можно вечером в виде арахиса. Обычный день или после тренировки. Почему бы и не съесть? Если арахис это у нас низкоуглеводный и достаточно высокобелковый орех. Вообще, я люблю арахис. Это, наверное, мой флорид из всех орехов, которые я ем. Можно ли вечером или нет? Все зависит от того, уложились вы в норму свою БЖУ и калории дневную или нет. Единственный мой совет, это, конечно же, не есть прямо перед сном этот арахис, потому что ваш желудочно-кишечный тракт просто ночью должен тоже отдохнуть немножко, а не переваривать арахис. Но если у вас, вы не успели в течение дня как-то свою норму набрать по калорийности и по белкам, жирам, углеводам, почему бы не съесть вечером? Ничего там такого страшного и криминального я не вижу. Я сама периодически так делаю. Следующий вопрос. Мистер, миссис Павловы? Павлов. Павлов. Катя, привет! Постоянно смотрю твои чудесные видюшки. Спасибо большое. На ютубе слежу за инстаграмом. Ты просто космос, спортивная красивая девушка с чувством юмора. Скажите, пожалуйста, не даешь ли ты персональные тренировки? Заранее большое спасибо за ответ. Про персональные тренировки. Да, у меня сейчас есть один мой подаван, который со мной занимается. И я скажу, что я пишу, в принципе, программу питания и программу тренировок для людей, которые меня просят. Это была минутка рекламы на моем канале. Но все-таки перейдем к тому, что вся идея моих видео на ютубе и вообще смысл моего блога в том, чтобы люди научились сами разбираться с питанием, составлять тренировки и вообще, в принципе, были такими селфмейдерами своих фигур, своего тела и своего здоровья, самое главное. Следующий вопрос от Юлия, 16-04-79. Было бы интересно, чтобы вы написали, как прибавляли весы в зале. Через сколько вы стали брать такие, как сейчас, 5-40-50? Не летят ли суставы от таких весов? И мнение даже тренировок, что если массу не наращиваешь, то и 20 кг хватит. Было бы интересно ваше мнение и опыт. Спасибо. Отвечаю. Я тоже начинала с 20-30 кг, постепенно я добавляла вес и дошла до 40-60 кг. Я скажу, что самая главная техника и прожимание, то есть самые мышцы целевые, на которые вы приседаете, например. Но здесь очень важно помнить, что есть такое правило, принцип прогрессии. То есть, если вы стоите на одном месте и постоянно приседаете со своими 20 кг, то ваши мышцы к этому адаптируются и, соответственно, какого-то прогресса может уже и не быть. Да, возможно, для поддержания своего и своей формы, может быть, и можно приседать постоянно с 20 кг, и все будет у вас в порядке и подтянутая мышца. Но я все-таки немного другого мнения. И для того, чтобы мышца росла, а мне, например, это необходимо, я бы хотела бы постоянно какую-то прогрессию, прогресс в своих тренировках видеть и ощущать. Чтобы не болели суставы и суставы не летели, конечно же, нагрузка должна постепенно увеличиваться и очень медленно. И самое важное, следите всегда за техникой, делайте разминку перед тренировкой для того, чтобы разогреть свои суставы и связки. Об этом я тоже уже говорила. Следующий вопрос у меня от Beauty Suva. Beauty Sava. Beauty Suva, наверное. Интересно про план тренировок и про питание для наращивания массы. Катя, посоветуйте, как питаться? Я достаточно худая, 50 кг, приосте 160, но жирок в виде складок на животе присутствует и никак не уходит. Чтобы убрать живот, конечно же, нужна сушка. Первый секрет это то, что надо очень медленно снижать калорийность своего питания и следить за белками, жирами и углеводами. И профессиональные спортсмены, грамотные, они сушатся за 2-3 месяца и, возможно, 4 до соревнований. Постепенно убирают углеводы и, соответственно, как-то корректируют свой калораж дневной в потреблении всех нутриентов. Так как мы не профессиональные спортсмены, я вам советую сушиться в течение 5-6 месяцев, но не меньше. Чтобы это было без последствий и с максимальным результатом. Второе правило это обязательно делайте силовые тренировки, потому что в условиях дефицита калорий у вас будут не только жир гореть, но и в первую очередь мышцы. И этот процесс называется катаболизм. Главное в этом процессе давать мышцам такую нагрузку, чтобы они чувствовали, что они вам нужны и они у вас в первую очередь не ушли. Следующий вопрос от Светланы Шубковой. Катит спорт на перекус. Можно есть просто фрукты или лучше фрукты творог? Честно, я много читала о совместимости тех или иных продуктов питания и очень часто встречала такое, что фрукты, ягоды лучше есть с творогом вместе. И это как бы такое идеальное комбо сочетание углеводок клетчатки с белком. Сам по себе творог, он продукт высокобелковый и низкокалорийный. Поэтому если вы хотите, например, питаться дробно и чтобы в каждом вашем приеме пищи было какое-то количество белка, то, конечно, лучше свой перекус. Есть, например, фрукты или ягоды с творогом. Если же это все у вас укладывается, опять же, в БЖУ и вы привыкли питаться достаточно дробно, там, 4-5 раз в день, то в каждом приеме пищи вот у вас как раз-таки будет белок. И лучше питаться тогда с фруктами, творог с фруктами. Если вы питаетесь, как я, я просто знаю свою норму к БЖУ, там, дня, и мне важно не выходить за ее рамки. И, например, у меня по привычке, я просто не успеваю чаще питаться, у меня чаще всего 3 приема пищи, таких основных, глобальных, в районе, там, 500 килокалорий каждый прием пищи. Соответственно, у меня много белка в каждом приеме пищи, и я тогда уже перекусываю каким-либо фруктом или овощем, там, и спокойно, как бы, либо ем ягоды и уже не добавляю творог. Ну, а если я вижу, что в течение дня, там, я, например, кашу с утра съела, и я чувствую, что я просто не успею столько еще белка добрать, то тогда я, конечно, перекус себе сделаю с творогом. И фрукт с творогом или ягоды с творогом, это, конечно, намного сытнее, и вас обеспечит энергией на какое-то продолжительное время. Следующий вопрос еще был, как я провожу свой день? Я подумала, как это сделать, я пыталась, честно, снять что-то подобное, и это получилось не очень красиво, не очень хорошее качество видео, и вообще какая-то смысловая нагрузка, у меня дни постоянно разные, и такие голубые по Европам, поэтому, собственно, какой-нибудь красивый, хороший день я, конечно же, вам сниму, как я его провожу. Это были все вопросы, которые я хотела разобрать, и которые я успела разобрать, и которые ко мне пришли в бьюти-блог, сниму отдельно. Если кому-то еще все-таки интересно про мой уход за волосами, за кожей, хотя у меня такой достаточно тривиальный уход за собой, я уже говорила об этом в своем типа бьюти-блоге. Спасибо всем за просмотр, если вам нравится такого формата видео, поставьте лайки, я буду помнить, знать, и постараюсь еще что-то такое сделать для вас. Надеюсь, я для вас была полезной, и я всем желаю быть здоровыми, красивыми, подтянутыми и позитивными. Всех целую, всех пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok